Давайте начнём с молитвы. Спасибо, Отец, за новый день, за хорошую погоду. Также спасибо, что мы можем собираться вокруг Твоего Слова. Просим Тебя дать нам мудрость и понимание, чтобы наши сердца были открыты к тому, чтобы принимать от Тебя во имейшего. Аминь. В этот день у нас очень много материала. Поэтому я попытаюсь, насколько быстро, насколько возможно. Теперь мы переходим к Писаниям. Какая информация там находится? 1 Паралепинон 17 глава 10-14. Как я говорил, это завет Давида. Хорошо, здесь мы читаем. 1 Паралепинон 17, с 11 стиха. «Когда исполнятся дни Твои, и Ты отойдёшь к отцам Твоим, тогда я восставлю семя Твое после Тебя, которое будет из сынов Твоих, и утвержу царство Его. Он построит мне дом, и утвержу престол Его навеки. Я буду Ему отцем, и Он будет мне сыном, и милости Моей не отниму от Него, как я отнял от Того, который был прежде Тебя. Я поставлю Его в доме Моём и в Царстве Моём навеки, и престол Его будет твёрд вечно». Здесь говорится о сыне, который произойдёт от Давида. Сын, непосредственный преемник Давида. 16? М-м. Или я здесь? Может, 11? М-м. М-м. С-сusedого стоит, послушайте. А-а-а-а-а! М-м. И даже если мы возвращаемся к 2 Царств 7 главе, 2 глава 11-16 стихи, это похожий отрывок. Maybe we just better read that as well. Just let it be read in Russian right now. Is it 2 Samuel? It should be 2 Samuel 7. 11-16 стихи. Begins moreover, Adonai tells you that Adonai will make you a house when your days come to an end and you sleep with your ancestors. I will establish one of your descendants to succeed you, one of your own flesh and blood, and I will set up his rulership. He will build a house for my name, and I will establish his royal throne forever. It's basically the same text. I will be father for him, and he will be the same. В принципе, один и тот же, похожий, параллельный текст. 2 Царств 7 глава 12 стиха и по 16. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешься с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чесла твоих, и упрощу царство его, он построит дом имени моему, и я отвержу престол царства его навеки, и я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицем твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки перед лицем моим, и престол твой устоит вовеки. В этой части книги царств, в 16 стихе Бог дает обетование Давиду. Три из трех вещей. Во-первых, это вечный дом, вечная династия или династия. Во-вторых, вечное царство. И в-третьих, вечный престол. И как непосредственное доказательство верности Бога своему завету. Сын Давида построит храм, что не разрешилось сделать Давиду. Это, конечно же, будет храм Псаломона. Но затем, когда его сын согрешил, и Павел выдал поклонство, он будет наказан. Но Божья заветная любовь будет всегда с ним. И снова, как я говорил, это два параллельных текста. Но в этих двух текстах есть различия. Я говорю об отрывке из первого параллельного пенона 17 и второй царствия 7 глава. Во втором царстве описание сына, который придет сразу же. Но если мы читаем в первом параллельном пеноне, то там описание сына, который еще далеко будет. Ну, придет через долгое время в будущем. Во втором царстве сказано, что сын согрешит. А в первом параллельном пеноне даже нет упоминания о грехе. И, конечно же, второе царство подразумевает Соломона. А в первом параллельном пеноне Мессия. И в первом параллельном пеноне дублируется обетование из царств. Но также дублируется четвертое обетование. Там сказано, что этот сын будет навеки. Там сказано, я поставлю его в доме моем и царстве моем навеки. Либо, другими словами, кульминация жизни Давидов, потому что он родит человека, whose eternity will guarantee David's dynasty. Потому что он вечный, и его вечность может гарантировать вечность дому Давида навеки. Как мы раньше видели, семя будет родиться от женщины. И, конечно, мы уже видим, из какой именно семьи из колена Иуды идет семя. Из семьи Давида. Мессия должен быть сыном Давида. Как я уже сказал раньше, из-за того, что храм был разрушен в семидесятом году, потому Мессия должен был прийти до того года. Есть еще одно ограничение на потомка Мессии. Нам сказано, что он произойдет от одного из сыновей Давида. Но Иеремия 22, 24-30, мы видим, что пророк проклинает одну семью, которая была исключена. Это из-за семьи Корнея. Я читаю. Иеремия 22, 24-30. Иеремия 22, 24-30. Да, с 24-го стиха до конца. Был исключен Ихония. Should I read it all? No, you can, if you find a name. Ихония. Ихония, сын Акима, царь Иудейский. Yeah, it's in verse 24. В 24-м стихе о нем сказано. Okay. Поэтому эта семья будет исключена. Sometimes it's also known as Ехония. Ехония, иногда его называют. Yeah. Because of the kind of man that he was in the days of Jeremiah. Из-за того, каким он был человеком в дне Иеремии, Бог проклинает его. The curse is given in Jeremiah 22, verse 30. That no descendant of Yekonaia will ever have the right to sit on the throne of David. Там сказано, что ни один из его племени не будет сидеть на престоле Давидова. Okay. Messiah, therefore, had to be born a son of David, but apart from Yekonaia. Поэтому Мессия должен быть сыном Давида, но не идти по линии Ихонии. Okay, we are told in Matthew's Gospel that Yosef, the son of Miriam, sorry, the husband of Miriam, that Yosef, the mother of Yeshua, was a son of David via Solomon and Yekonaia. Should we read it? Matthew? I'm not sure whether I have the exact text here. It's quite difficult because it comes in that lineage. It's in that lineage question which you find in Matthew's Gospel. Let me see if I can. It's verse 11, Matthew 1, 11. Matthew 1, 11, yeah. Иосиф родил Якима, Яким родил Ихонию, братьев его перед переселением Вавилон. Под переселением же Вавилон Ихония родил Салафилия и так далее. Okay. So, this gives maybe a little bit of a problem, but of course, Joseph was not the father. Are you sure? Luke's Gospel clearly gives Yeshua's lineage as being via Mary, back through Nathan and David. I want to find the names. Mm-hmm. I want to take a look at the line of Mary. It's Luke 1, 31, 32. Yeah. Nathan, David, and his father. Yeah. David's father. Okay. So, we can see, as we saw also in the beginning, that it would be the seed of the woman. So, his lineage is followed through Miriam and not through Yosef. So, this is a proof of the legitimacy of Yeshua's claim to be Messiah. And this, therefore, proves the legitimacy of Yeshua's claim to be Messiah. And so, and how that animal all works, but... But, as I've said many times earlier, we need to leave out some of the in-depth parts. But, as I've said many times, we need to leave out some of the details. Yeah. Okay. What do we learn from 1 Chronicles 17? What do we learn from 1 Chronicles 17? The Messiah would be a son of David, but descended through a line other than Yehoniah. Messiah would be a son of David, but descended through a line other than that of Yehoniah. But descended through a line other than that of Yehoniah. Once again, the tribal... All tribal and genealical records were destroyed in the temple, so Messiah should come before AD 70. Of course, O Christ II was destroyed in 70. So Messiah should come before Jesusarius 17. Actually, there are so many references to prophetic things that point towards that date. And, in principle, there seems so many references to prophetic things that point towards that date. Of that is indeed one of the most fixed things about this, that Messiah could not come after that time. So this is a pretty strong fact that Messiah could not come before that time. Третье, что мы видим из Параллипоменона, что Мессия будет жить вечно. И четвертое, Мессия будет царем. Давайте откроем Псалмы. Псалм 2. Психи 7.12. В этом салме говорится о Сыне Бога. Психи 7.12. Возвещу определение. Господь сказал мне, Ты сын мой, он не родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. И так и разумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блажены все уповающие на него. Книгу Псалтырь можно одним словом подсуммировать. Псалмы – это поэтические версии Это поэтические версии Послания Закона и Пророков. Так же книгу Псалтырь считают чисто для использования во время молитвы с Богом, молитвы с Богом. Хотя мы, конечно, можем сказать, что эта книга очень полезная. То было бы неверным ограничить только ее до таких рамок. Потому что в Псалтырье очень много глубоких доктрин и глубоких духовных истин, что, в свою очередь, выражено поэтически. Если взять второй Псалм, так он говорит о втором пришествии. Можно сказать, события до второго пришествия, во время второго пришествия, после, а, в частности, армагеддонскую битву описывает. Также там есть некоторые моменты, которые мы можем применить к первому приходу. И что мы находим в седьмом-двенадцатом стихах. И также нужно понять, что эти стихи вообще невозможно применить к Давиду. Хотя Давид был великим царем, Бог никогда не давал Давиду власти над всеми народами. Это в восьмом стихе. Так же он никогда не правил до края в земле. Эти стихи точно говорят о Мессии. И как псалмисты слышали у пророков, как пророки говорили, что Мессия будет править над всем миром. И даже Раши, Our dear friend Rashi, admits our rabbis expounded as relating to King Messiah. Again. Our rabbis expounded as relating to King Messiah. This psalm. That psalm. Он говорил, что наши раввины говорят, что этот псалм говорит о царе Мессии. Among the titles given to Messiah is the term son of God. Также среди тех имен, которые даны Мессии, он назван сыном Бога. This is applied to Messiah twice in psalm 2. Это дважды сказано во втором псалме. In verse 7. В седьмом стихе. And verse 12. И в двенадцатом стихе. Сын Мойс. Это получается сын Бога. Okay. This Messiah, who is to be king in Yerushalayim. Этот мессия, который должен будет быть царем в Yerushalayim. And over the whole world. And over the whole world. Is uniquely the son of God. Он единственный и уникальный сын Бога. Только сын Бога. И как я говорил раньше, в писаниях еврейских, когда говорится о сыны Божьи, это только говорится об ангелах. Будьте падшие ангелы, либо те, которые не пали. А если взять фразу «сын Бога» в единственном числе. Всегда и только применяется в отношении Мессии. Okay. So if we make a summary of Psalm 2. Поэтому если мы подведем итог второму псалму. Мессия будет сыном Бога. Мессия будет царем в Yerushalayim. И также Мессия будет править над народами. Okay. Psalm 16. Псалом 15 или 16. 1 to 11. 1 to 11. It's completely? Sorry? It's the whole Psalm. Yeah. Это да, это 15-й Псалом. We won't read that now. We'll just take it as we come to it. И мы не будем сейчас полностью этот Псалом читать. Акцент этого Псалма в том, что Мессия находит убежище в Боге. It says, I don't know you are my Lord. I have nothing good outside of you. Он говорит, ты Господь мой. Благо мои тебе не нужны. А в английском сказано, у меня нет ничего без тебя, либо за пределами тебя. Okay. In verse 3. В третьем стихе. It says that his delight is with the saints. К святым, к твоим, все мое желание. Yeah. This refers to the believing remnant. Это говорится о верующем остатке. And therefore echoes. Sentiments of Zechariah 11. Verses 4 and 9. Перескликается с отрывками из Захарии 11 главы, стихи 4 и 9. Okay. The psalmist says here. The psalmist says here. That God the Father. That God the Father. Will be the Messiah's total trust in life. Будет тот, на кого Мессия полностью полагается и будет доверять этой жизни. Even to the point of death. Даже до того момента, что он дойдет до смерти. That's in verses 10 and 11. Это сказано в 10-11 стихе. Даже смерти он доверяет Богу. Он говорит, ты не оставишь души моей в аде. И можно сказать, что основная суть этого псалма. Хотя Бог и позволил Мессии умереть. Однако ты не покинешь мою душу. Не оставишь моей души в Шиоле. И так же ты не позволишь Святому Твоему увидеть тление. This obviously is another pointer to the fact that Messiah will be resurrected back to life. Конечно, это еще один указатель на то, что Мессия будет воскрешен. Снова поднимется для жизни. Окей, so from Psalm 16, verses 1 to 11. Поэтому это весь Псалом 15. Три таких можно вывести вывода. У Мессии будут уникальные взаимоотношения с Богом Отцом. И очень, в частности, это подчеркивается в Евангелии от Иоанна. Во-вторых, Мессия умрет. И в-третьих, также Мессия будет воскрешен к жизни. Окей. Затем мы переходим дальше к Псалму 21. И здесь тоже весь этот Псалом. Начиная с первого стиха до 31, до конца. Мы не будем читать его полностью сейчас. Но мы рассмотрим некоторые аспекты в этом Псалме. Псалом 22 – один из самых известных Мессианцев. Весь Псалом описывает события, происшедшие во время первого прихода. И также несколько аспектов, которые описывает второй приход. Хотя мы полностью Псалом не читаем, вы прочтите его. Псалом делится на две основные части. Первая часть говорит о страдании Мессии. И за этим страданием во второй части говорится о вознесении Мессии. Можно сказать, это поэтическая версия 53 главы Исаии. Но интересный факт здесь, что Псалом был написан до пророчества Исаии. Страдания Мессии. Начиная с первого по 21 стихе. Во-первых, зов Мессии о помощи. Во втором и третьем стихах. Когда Мессия взывает в глубочайшей агонии. Второй и третьей стихи. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я выпою днем, и Ты не внемаешь мне ночью, и нет мне успокоения. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Мы видим, что это крик Ишуа на кресте. Ишуа воскрикнул эти слова после трехчасовой темноты, тьмы. В течение тех трех часов весь гнев Божий на весь мир и на Израиль был излит на Него. Это единственный раз, когда Ишуа в Евангелиях говорит Богу, как мой Бог. В других случаях, и примерно есть 170 ссылок, Ишуа говорит Отец, либо мой Отец. Ишуа говорит Отец, мой Отец, а тогда Он воскрикнул Боже мой. И другими словами, так мы можем видеть, что у Ишуа были особенные взаимоотношения с Отцом. Но когда Он был на кресте, Ишуа умирал за грехи мира. И теперь его взаимоотношения с Богом перешли на уровень правосудия. Больше не были у Него отношения там на уровне Отца и Сына. Поэтому Он начал кричать, Боже мой, Боже мой, но не слова как Отец мой, Отец мой. В стихах 4 по 5, это воспоминания о избавлении Бога в прошлое. Signifying that God is fully able to deliver. But yet in this instance He is choosing not to. Okay? Verses 6 to 8. These verses in terms similar to Isaiah 53. Describe the taunts and the jibes of evil men at the suffering of Messiah. Это описание издевательств, насмешек, нечестивых людей над ним. Okay? I am a worm, not a man, scorned by everyone, despised by the people. Я же червя не человек, поношение у людей и презрение в народе. All who see me jeer at me, they sneer and shake their heads. Все видящие меня ругаются над мною, говорят устами, кивая головою. And they say, He committed himself to Adonai, so let him rescue him. Он уповал на Господа, пусть избавит его. Let him set him free, if it takes such delight in him. Пусть спасет, если он угоден ему. You remember what some of the pharisees said under the cross? If he is the son of God, let him come down from the cross. Let God save him. They taunted him and they scorned him. Они издевались над ним, насмехались. And we see them reflected in those crowds at the crucifixion of Yeshua. In verses 9 to 11 of Psalm 22, we see that God is Messiah's trust. These verses state that Messiah has trusted in God from his birth. говорится о том, что он уповал на Бога от рождения его. Okay, let's just read those verses 9 to 11. Давайте прочтем. 10-12 стихи. But you are the one who took me from the womb. You made me trust when I was on my mother's breast. Since my birth I have been thrown on you. You are my God from my mother's womb. You are my God from my mother's womb. Don't stay far from me. Не удаляйся от меня. For trouble is near. And there is no one to help. As I said, there are references to the mother coming from the womb. And as I said, there are references to the mother coming from the womb. As Isaiah 7.14 prophesied. That Messiah would be born of a virgin. In verses 12 to 18 of Psalm 22. We get a description of the agony that he had to go through. The suffering of the Messiah. Some of these verses are also described or some of these things are words are also quoted in the renewed covenant scriptures. Firstly, number one. In verses 12 to 13. He is surrounded and stared at. Во-первых, его окружили люди и смотрят на него. In verses 14 to 17. His physical agony. It says, I am poured out like water. This could emphasize the extreme sweat that poured out from Yeshua during all of this time. Secondly, it talks about all my bones are out of joint. After Yeshua was nailed to the cross. After Yeshua was nailed to the cross. After Yeshua was nailed to the cross. The cross would be raised up. The cross would be raised up. And dropped into a slot. The shock of this could cause multiple dislocations. And the shock of this could cause multiple dislocations. Number three. It says, my heart is melted like wax. This is a Hebrew phrase. And it means a ruptured heart. It means a ruptured heart. A heart that has been torn open. Evidence by the pouring out of blood and water. And it's been medically proved that this would have happened. And it was definitely a sign of certain death. Number four. My strength is dried up like a pot shirt. He had no more strength. He was so weak through all of the punishment that he'd gone through. Number five. My tongue cleaves to my jaws. Or his tongue cleaves to the roof of his mouth. Emphasizing excessive thirst. Что говорит о ужасной жажде. After six hours on the cross. Спустя шесть часов на кресте. Three of them in total darkness. И также три из которых три часа из шести была абсолютная тьма. I thirst. И он кричал жажду. This was more than a physical thirst. Это было больше, чем просто физическая жажда. During the three hours of intense darkness. Ишуа suffered the outpouring of God's wrath. Ишуа прошел через излияние Божьего гнева. The pains of hell itself. Ишуа had previously spoken of a rich man. И раньше Ишуа говорил о богаче. А who, after only a few moments in hell который богачен попал в ад спустя несколько минут находясь там и говорит Я жажду. We find this story in Luke chapter 16. Ишуа saying these same words reflect the extreme suffering of pain and hell which he experienced while hanging on the cross. Ишуа испытал такие же страдания боли и ада находясь на кресте. Okay. Six. Шестой момент. They pierced my hands and my feet. Пронзили руки мои и ноги мои. Okay. The Hebrew word for piercing used here is not the same one that was used in Zechariah 12.10. The word used in Zechariah means to thrust through which would have been consistent with the Roman spear which pierced Ишуа's side. the word used here in Psalm 22 is the word which would be used for example of ear piercing and would be consistent with the nailing of the Yashua's hands and feet to the cross. Number seven. I can count all my bones and will be to the nailing of the Yashua's hands as I said earlier on the whipping that Yashua received would have ripped open the flesh and exposed his bones would have ripped open the flesh and exposed and таким образом кости открывались. So they would be protruding out from his flesh. So they would be protruding out from his flesh. Okay. In verse 18 we find the prophetic words of they divided my garments among them. And it says they were divided by means of casting lots as we know from the gospel accounts and as we know from the gospel accounts that this was quite literally fulfilled at Yashua's crucifixion. That was quite literally fulfilled at Yashua's crucifixion. We must understand that this refers to Messiah since clearly none of these things ever happened to David. because that was that was that never happened with David. Okay. In verses 19 to 21 we get Messiah's prayer for help. It was Yashua crying out on the cross and pleading for help. But then in 22 to 31 we see the exaltation of Messiah with his suffering complete these verses turn and speak of Messiah's exaltation. In verse 22 it says Messiah will praise God in the midst of the assembly. How would this be possible if he died in verses 1 to 21? Clearly this can only be possible by resurrection. the rest of the psalm goes on to describe what happens after his resurrection. The rest of the psalm goes on to describe what happens after his resurrection. Culminating in his second coming and the establishment of his kingdom. Okay. A short note on verse 16 where it talks about the piercing. Where it talks about the piercing. это 17 стих. Some translations translate this verse like a lion my hands and my feet instead of they pierced my hands and my feet. the reason is that in the pointing of the masoridic text which looks as if it's doing what I said before like a lion instead of pierced. as I said I like a lion but the other is based on the siptu hint. and the other is based on the siptu hint. in the Greek translation which precedes the masoridic text Который предшествовал масоретским текстам более чем за сотни лет. И потому мы можем предположить, что это ближе к первоначальному источнику. Хотя мы видим, что автор использует некоторые сюжеты в контексте с животными. Псалом использует эти слова животных для того, чтобы описать своих врагов. И даже когда мы посмотрим на период текста, когда он был написан, и на контекст. Тогда мы больше бы, наверное, придерживались пронзения, чем львов. И для подведения итога этого Салама 21. Первый вывод — это чрезвычайная агония и восклик Мессии о Божьей помощи. Второй момент — Мессия будет презренным и отверженным человеком. Третий момент — в агонии смертельной, и над ним будут издеваться и насмехаться. Четвертый момент — Мессия's bones would all be pulled out of joint. Кости Мессии будут изторгнуты из суставов. Пятое — Мессия's heart would rupture. Шестое — Мессия would suffer an extreme degree of thirst. Седьмое — руки и ноги Мессия будут пронзены. Восьмое — Мессия's clothing will be divided by the casting of lots. Девятое — надежда Мессии будет разделена посредством жребия. Девятое — надежда Мессии будет на Бога Отца. Десятое — Мессия воскреснет. Сделаем перераз сейчас.